МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анна Юрьевна, «С миру по листочку» — это одна из самых старых благотворительных акций нашего города. Давайте еще раз напомним, как она появилась и что вас натолкнуло на идею ее провести. И у вас ли, может быть, другие начинаатели стояли? Не меня. Я тогда еще была только журналистом городского курьера и приглашена была освещать это событие, поскольку занимались этим мои друзья. Тогда Центр милосердия Ирина Романова была организатором, вернее, даже идейным вдохновителем этой акции. Ее поддержали православно-творческое объединение «Мир». И они эту акцию сделали сначала в таком небольшом масштабе, но уже ощутимом. То есть они пришли в социальный детский сад наш, где дети на круглосуточном режиме, там, так далее, семьи в трудной жизненной ситуации. И предложили, что всем выпускникам детского сада, именно, которые пойдут в школу, они соберут портфели. Соберут портфели и сделали для них концерт, и накрыли для них вкусный сладкий стол. И вот с этого, собственно говоря, все и началось. Началось это, по-моему, в 2008 году, если я не ошибаюсь. Может быть, даже в 2007. То есть уже 2011-2012 год. По-моему, уже 12-й раз уже акция сейчас проводится. И несколько лет подряд, до 2011 года, это было, или даже до 2010 года, было чисто для социального детского сада. То есть примерно там, сколько в группе выпускников идут, столько мы собирали портфелей. Собирали портфели по благотворителям. То есть люди в церкви жертвовали денежку. И были частные благотворители, которые могли принести целые портфели, собранные уже. То есть даже не деньги, а сами портфели. Да, да, да. А потом, поскольку мы взаимодействовали с социальным учреждением нашего города, уже от социальных служб получили предложение, нельзя ли расширить эту акцию на учеников всех возрастов. Потому что в семье растет ребенок, но проблема не изживается. Не сразу улучшается у кого-то материальное положение, у кого-то оно, наоборот, ухудшается. Люди попадают в трудную ситуацию. И нам тогда дали список. Я говорю нам, потому что я уже к этому делу себя отношу. Порядка 300, по-моему, было детей в этом списке. И уже стали выдавать подарки. Уже пришел на помощь молодежный центр, пригласил на свою территорию, чтобы большая площадь, она может принять много людей. И уже стали проводить праздники там. В 2011 году создался наш волонтерский центр «Радость моя», с которым я тесно работала. И уже с 2011 года мы встали на такие городские сборы пожертвований. То есть у нас получается Рождество, Пасха, и добавилась акция «С миру по листочку». И это нам помогло собрать достаточно средств, чтобы обеспечить всех школьников. Потому что, конечно, частные благотворители уже такую сумму, им достаточно сложно потянуть. Они до сих пор есть, эти частные благотворители? Я знаю, что один человек, который был с самого начала, он до сих пор нам приносит каждый раз несколько портфелей, полностью заполненных самой высококачественной констоваркой. Вы даже с ним не связываетесь? Он сам знает, что у вас будет проходить акции? Я знаю, но я раньше его не знала лично, недавно я с ним уже познакомилась лично, так вот на жизнь свела, и было очень приятно познакомиться. И он по-прежнему, у него есть такие намерения продолжать это доброе дело. То есть уже 12 лет это дело он поддерживает. Это очень приятно. Я думаю, что есть и другие люди, которые постоянно участвуют. Просто не всех же знаешь. Да и вот эти люди, они не стараются блистать, как говорится, на знаменах, просто делают и делают. А в этом году вы уже знаете, скольким ребятам вы сделаете вот эти подарки? Мы заготавливаем где-то порядка 500 подарков. Уже 500. 200 человек нам подал теплый дом. Я думаю, что у нас будет еще дополнительный список от соцзащиты. Будет дополнительный список, мы сами составляем сейчас. Это те, кто к нам обращается на гуманитарный склад. То есть семьи, они могут, например, еще в соцзащиту не пойти, как бы считая, что не так уж мне тяжело, чтобы идти, уже становиться как-то на учет. Но им трудно, поэтому они к нам обращаются. И этим семьям тоже как бы постараемся оказать поддержку. Но еще есть семьи в Дивеевском районе, которым мы традиционно тоже оказываем поддержку. Потому что Саров, он такой, знаете, большой город, а вокруг него округа лежит, где люди живут очень сложной жизнью. Мы зачастую просто не представляем себе, как вот жить в доме, где у тебя печка, которую надо топить дровами, за водой надо ходить. А работа есть только у папы, это не очень постоянное. Ну, в общем, сложные условия. Поэтому тех, кто к нам обращается, мы тоже стараемся поддерживать. А что в этот портфель входит? Это зависит от возраста ребенка. То есть вот первоклассник, он получает портфель и все, что нужно ему там для урока. В тетради, ручки, карандаши. Там целый блок папка для труда, мы ее называем. То есть там пластилин, всякие ножницы, там картон, бумага. Ну, в общем, такие вот вещи. Но полный школьный набор. Ну, может быть, он и не совсем полный. У разных школ разные требования, но, по крайней мере, основная нагрузка с родителей снимается. У второй, третий, четвертый класс, это практически то же самое, что первоклассник, только без портфеля. А с пятого по седьмой у нас, по-моему, следующий набор, а потом с восьмого по одиннадцатый. То есть мы смотрим, что больше, какие тетради нужны, как-то стараемся вот так вот отслеживать. Я-то, если честно, думал, что вы помогаете только первоклассникам, оказывается, всех школьников. Да, школьники всех возрастов, да. И причем, если многодетная семья к нам обращается, например, вот поступил ребенок в ПТУ, или здесь вот учится в институте, как бы он, не в институте, а, как это называется, колледж сейчас, да. То есть он еще такой же, как вот старший школьник по возрасту, то мы тоже выдаем набор констоваров, как вот старшему школьнику. А, наверное, до первого сентября остается меньше месяца. Давайте отчертим сроки, когда будут проходить сборы, когда можно принести деньги и сделать пожертвование. И где это можно сделать? Ну, вот сейчас у нас уже один сбор совершился на прошлой неделе. Вот скоро будет с 21 по 23 еще один сбор средств. Вот. А мы обычно стоим в трех торговых центрах. Это Атом, Куба и Плаза. На первом этаже можно увидеть наших волонтеров с баннерами, с миру по листочку. Вот. Обычно стоят ребята вечером после работы. Так что все, кто пошел в магазин после работы, могут сделать свое пожертвование. Кроме того, что мы сейчас стали пользоваться, мы запускаем у нас в группе ВКонтакте электронную платформу для пожертвований, чтобы, ну, кто не дойдет, но хочет сделать взнос какой-то свой, тоже могли пожертвовать. То есть это группа ВКонтакте, Саровский волонтерский центр «Радость моя». По-моему, на платформе я соберу, если я не ошибаюсь. Да, 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 на платформе я соберу, да. Людей пользуются или пока очень робко? Пользуются робко, но пользуются. Надеюсь, это как-то привыкнуты уже будет. А вручение вот этих вот портфелей, это будет как-то торжественно обставлено, какой-то праздник? Это всегда торжественно, это всегда праздник, потому что мы как бы, ну, хотим, чтобы это не выглядело как подачка, а как радость общего такого дела. Ну, все мы понимаем, что учение света, а не учение тьма. И мы хотим, чтобы наши дети учились. И вот этот принцип взаимовыручки, который мы как бы пропагандируем, ну, у нас большой город, это как бы такая семья. Мы помогаем друг другу. И вот приглашаем на праздники семьи прийти в молодежный центр, обычно для них, либо концерт, либо какой-то спектакль, ну, в общем, какое-то такое действие праздничное, после которого они получают подарки. Вот. Такое всегда в торжественной обстановке. А где вы обычно празднуете? Молодежный центр. Скорее всего, приглашаете православное творческое объединение и мер, которые дают концерт. Да, они с самого начала как бы вот партнеры Центра Милосердия и нашего волонтерского центра, поэтому без них мы не обходимся. Но если они, например, предложат пригласить кого-то, кто нам по духу близок, то я думаю, тоже это будет возможно. Я, кстати, читая анонс акции в вашей группе, увидел призыв присоединяться. Да, потому что на любом этапе вот особенно интересно присоединяться, когда идет живая акция. То есть вот когда ты потрудился, например, даже, да, помог собрать средства, а потом ты видишь, что какие констовары закуплены, участвуешь в раскладке подарков, ты видишь, что вот это все, это вполне реальные вещи. Потом ты участвуешь еще в раздаче, когда приходят семьи, приходят часто, вы знаете, родители вместе со всеми детьми, и с мелкими тоже, они там и играют, и возятся. Ты видишь, что это реальные люди, которые рады получить этот подарок. И понимаешь, что ты трудился не зря. И вот поэтому мы всегда, когда у нас идут какие-то начинаются акции, мы приглашаем новых людей. Вот сейчас присоединились новые ребята к вашей команде? Так, у нас сейчас один новый человек стоит. Ну, понимаете, волонтер — это, как говорится, штучный товар. И если за акцию пришел один или два человека, это очень большой успех, на самом деле. Потому что, ну, эти люди, они вот, ну, редкие, мне кажется. Люди, которые готовы вот свое свободное время от себя отрезать и отдать другим. Сейчас же очень модно, ну, как модно, набирает силы серебряное волонтерство, когда этим занимаются люди, которые вышли на пенсию, но еще полны сил. Вот у вас это есть? Есть. У нас в основном вот гуманитарный склад — это серебряные волонтеры. У них там такой свой клуб по интересам, пироги с чаем. Там, ну, тетушки такие милые, дамы. Вы знаете, вот эти люди, они хороши тем, что у них вот есть жизненный опыт, уже опыт как бы такой вот любви, заботы, ответственности. И поэтому на них действительно можно положиться. И они находят здесь тоже какую-то свою отдушину. Им интересно друг с другом. И они видят, что вот, да, они занимаются, ну, скажем, такой, ну, черной работой, да. Они сортируют вещи. Вещи приносят в разном состоянии. Есть в идеальном, там, отглаженные или все с бирками из магазинов, а есть вещи, которые уже и не в идеальном состоянии. И в любом случае это пыль, это там какой-то вот, ну, работа такая сложная. Вот. Но они видят, что они это делают не зря. Потому что вот в субботу приходит особенно много людей за помощью. Они видят, что это идет просто сплошной поток. И понимают, что вот это все не зря, что они делают. И как-то вот я вижу, что у них настроение хорошее, бодрое. Я сама у них учусь. Потому что думаю, ну, надо же, люди уже, ну, постарше, а такие молодцы. Стараюсь вот у них учиться. А что нужно сделать, если вдруг человек захочет присоединиться к вашей команде? Пускай даже, ну, там, раз или на несколько раз. Но все равно в любом случае для начала хотя бы посмотреть. Ну, можно позвонить мне по телефону. Можно просто прийти на наш гуманитарный склад и сказать, друзья, вот хочу попробовать поучаствовать в вашем деле. Мы познакомимся, поговорим, расскажем о том, что мы делаем. И человек скажет, вот когда он может и что он может. Потому что у нас вот есть еще больничные группы. Там, кстати, тоже серебряное волонтерство присутствует. Вот особенно самая первая наша вот группа, которая женская. Это уже такие вот дамы в возрасте, вот, но они прям не хотят бросать свое дело, держатся за него крепко. И молодые там тоже у нас есть мужчины, вот, то есть у нас две бригады, мужская и женская. Вот, так что есть направление. А есть вот люди, которым интересно именно помогать семьям, где детки с инвалидностью. Они как-то вот любят обихаживать волонтеров более молодых, вот, помогать им включиться в эту работу. Потому что это вот такая вот, ну, у нас традиционно Рождество и Пасха. Мы готовим праздники для детей инвалидов, домашние праздники и праздники такие, куда мы их приглашаем. Это очень творческая такая, красочная работа. То есть как-то вот такое направление еще. Раз уж мы затронули гуманитарный склад, вы говорите, что по субботам очень большой наплыв людей. Зачем, как правило, обращаются к вам? За какими вещами? Одежда, обувь, вот, бытовые какие-то предметы, быта, посуда. Обращаются за мебелью, в первую очередь, спальные места, то есть на чем спать. Столы, стулья, то есть на чем, с чего есть, на чем сидеть, вот, зачем заниматься. То есть небольшие шкафы, комоды, куда положить, ну, какие-то вещи, самые первые необходимости. То есть люди в основном живут в стесненных обстоятельствах, ну, в жилищных условиях таких стесненных, и у них нет места мало. Поэтому, например, если нам говорят, давайте мы вам дадим стенку, там, мы говорим, стенку мы, наверное, не возьмем. Но если вы отдаете из стенки, там, какой-то комод или шкаф плательный, да, мы возьмем, потому что это чаще пользуется спросом. Вот, ну, и спальные места, конечно, в хорошем состоянии, диваны, кровати мы берем, потому что есть люди, которым это очень нужно. А как обычно люди приносят помощь? Они сначала с вами связываются, говорят, что готовы пожертвовать вот это, это и это. Что из этого реально необходимо? Те, кто, да, действительно, первый раз о нас услышал, они обычно стараются позвонить и уточнить. Спрашивают, а вот говорят, что вы только новое берете. Я говорю, да нет же. Мы берем и вещи бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. И в таком состоянии, что вот ты взял эту вещь, дал человеку, он сразу может ее одеть и пойти. То есть там должны быть на месте все пуговицы, все молнии должны работать там, все шнурки должны быть на месте. То есть пояски. То есть не так, чтобы вот, вот вещь хорошая, мне вот ее в химчистку нести некогда и дорого. Ну, давайте вы ее почистите, приведете в порядок, кому-нибудь дадите. Я говорю, ну, знаете, у нас тоже нет средств отдать химчистку, это дорого. Поэтому лучше, когда люди сами приведут вещи в порядок, если уж нету никаких сил, ну что ж, тогда остается только выбросить. А новые вещи приносят? Приносят, потому что, вы знаете, вот иногда люди берут по случаю какую-то вещь для себя, а она либо не подошла по размеру, либо вдруг вот, ну, что-то вот лежал-лежал, ну, не одели ее, подумали, ну, что вот она лежит, лучше я людям отдам. Вот, вот, бывает, бывает, что отдают некоторые магазины вещи, которые у них вот по какой-то причине не распроданы. Обувь та же, да, вот, ну, не рассчитали закупку какую-то сделали. Разные бывают обстоятельства. Вот, приносят, тоже привозят. Вот, это, правда, не так часто бывает, достаточно редко. Чаще все-таки самоходом вот от частных жертвователей все приходит. Я считал, что вам постоянно требуют в своей молочной смеси малютка, если не ошибусь, номер два. Ну, когда мы открывали гуманитарный склад, мы не думали, что, ну, как бы люди к нам за этим будут обращаться. Но вот такая ситуация получилась. Появились семьи, когда у мам нет грудного молока, и им очень сложно, вот, на имеющееся пособие полностью заменить, вот, купить молочку для своего ребенка, вот, такой смесь. Вот, поэтому мы как-то вот подумали, а не сможем ли мы собрать на это пожертвование. Стали давать объявления, и люди стали жертвовать. И у нас порядка где-то вот сейчас восьми семей. В Сарове большая часть, еще, по-моему, пара в Дивеевском районе, в котором мы переправляем молочку. Да, вот именно молочной смеси для детей. Давайте еще раз озвучим информацию, где находится этот склад, в какие часы он работает, когда можно принести помощь, и как это лучше сделать. Склад находится на улице Пушкина, это старый район, дом 24А, то есть это бывший детский сад внутри двора, вот. Он находится напротив детской школы искусств, то есть вот на Гагарина, если смотришь, прямо напротив школы этот двор, и там стоит на здании, где находится гуманитарный склад. Работает он по вторникам, четвергам вечером с пяти до семи, а в субботу утром с девяти до двенадцати. Вот. Мы принимаем одновременно пожертвования и выдаем помощь. К нам обращаются люди еще и за продуктами. Вот если совсем такая ситуация, что людей может спасти набор круп подсолнечное масло, да, больше мы фактически не можем дать. Вот. Ну, или человек пришел на склад, он сразу получит первый набор, он получит на складе. Потом мы прикрепляем к храмам. У нас основные храмы, которые оказывают такую помощь продуктовую, это храм всех святых, храм Иова Многострадального, пока два. Вот. И вот те продукты, которые люди приносят как милостыню, запомин души своих усопших родственников, принято приносить вот в храм продукты, на канон так называемый. Туда свечи ставятся за упокоение, да, туда же приносятся на канонный столик вот эти продукты. Это в основном крупа, мука, хлеб, какие-то там печенье, подсолнечное масло, ну, растительное масло. Вот. Какие-то могут быть продукты долгого хранения, любые там. Неужели в Сарове есть люди, которые даже в этом нуждаются? Да, есть. Их немало. У нас вот один храм всех святых, у него, по-моему, на контроле сейчас порядка 35 семей. И храм Иова тоже приличное количество. А, наверное, две недели назад произошло знаковое для нашего города событие, был освящен Успенский собор, вы там присутствовали. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, что вы выделили, что на вас произвело самый яркий эффект? Ну, для меня, конечно, знаете, это вот событие исторического масштаба. Я родилась здесь, в городе, и детская поликлиника, как знаете, находится на территории монастыря. И вот я помню, как меня мама все таскала за ручку к врачам, потому что я очень много болела. Мама у меня физик-экспериментатор, то есть участвовала в разных экспериментах, и здоровье было подорвано. Вот, и мы тоже с братом очень были часто болеющие, как говорят сейчас дети. Вот, и вот тащит меня за руку через эту площадь, а ребенок любопытный. Мама, а это что? Мама, а это как? И она рассказывала, что вот когда ты здесь стоишь, когда она приехала в город в 51-м году, здесь еще стояли два собора. Вот, и как в один из них, там они ходили, там была столовая, другой там еще что-то. Она была комсомолкой. Когда узнали, ну как-то вот, как вам сказать, они, в общем, они были потрясены тем, что соборы были взорваны. Да, они были неверующие, они были атеисты, но они чувствовали красоту, и для них это была, ну, культура родная, культура, история. Они говорили, ну как же так, надо было сделать там музей, надо было там еще что-то как-то, ну, это же культурное наследие. То есть у людей было вот такое вот глубокое понимание. Она, например, говорила, что когда пытались, еще колокольня была отсыла, ее же тоже пытались взорвать. Они устраивали комсомольские собрания, их там гоняли и давали ключи от актовых залах, где-то уж я не знаю, где это происходило. Детские воспоминания у меня о рассказах. Вот, они пытались где-то собраться в какой-то рекреации, чтобы обсудить, как им действовать, кому писать, чтобы этого не делали. Понимаете, да? Вот, то есть вот молодые ученые, они тогда вот протестовали против этого. Их было достаточно много. Хотя они не считали себя верующими людьми религиозными, и не были ими. Моя мама даже не была крещена, она крестилась уже вот глубокий старости. Поэтому, когда вот это все восстанавливается, для меня это действительно, вот, как будто, знаете, вот такая вот, ну, ожидаемое, ну, как сказать, долгожданное чудо. Можно сказать. Сначала собор встал просто во всем своем масштабе, казалось, ну, какой огромный. Ну, неужели он вообще был таким? Ну, да, проверяли архитекторы все это, вот, все размеры, все. Когда в нем уже внутри нанесли роспись, уже перед освещением стала уже роспись, уже входишь в него, он уже другой, он уютный. Он, как бы, уже не подавляет своими такими масштабами. А во время освещения это всегда торжественно. То есть я не первый раз присутствую на освещении храма. Это радость общая такая. Это торжество. Потому что собирается, ведь, представьте, там было, по-моему, 12 иерархов у нас, или даже больше, по-моему, или 14 даже. Митрополитов вы имеете в виду? Ну, иерархи, да, это люди от епископа, это епископ, архиепископ, митрополит. То есть это вот именно наше высшее духовенство, церкви. К нам, кстати, приехали даже вот москвичи, чтобы украшать храм цветами. Да, кто-то из благотворителей или там, ну, кто присутствовал на освещении, пригласил эту бригаду московских вот таких православных флористов с большим опытом, которые украшали храм цветами. Мне казалось, храму не принято цветы приносить. Ну, как же, принято. А матронушки всегда несут цветочки. Нет, это принято, понимаете, самое лучшее давать в храм. То есть, если это цветы, то это самые лучшие цветы. И вот вы не были внутри, да, москвичи, посмотрите. Я вообще думала, он пока еще закрыт. То есть его осветили, ну, как бы для правил, и закрыли, чтобы дальше продолжить работу. Это вот большое заблуждение. На самом деле, когда освещается какая-то церковь, то после этого 40 дней непрерывно служится служба в ней. Обязательно. Литургии 40 дней. Это называется сорока уст. Вот. Сорока уст. То есть 40 раз. 40 литургий. Так храмы могут работать, например, с какими-то выходными днями, с перерывами там, да. А вот осветили, значит, 40 дней непрерывно ведется служба. Так что в любой день, пожалуйста. А это именно монастырский храм или там батюшка? Монастырский. Ну, как батюшка. Там служат священники монастыря и приписанные к монастырю белое священство. То есть там есть священник, который имеет, ну, он не монах, у него есть семья, но он приписан к монастырю совершать службу и помогать. Потому что пока братья мало, нужна помощь. Когда будет братья много, будут свои иеромонахи, то есть священники-монахи, то помощь, наверное, уже не потребуется. Анна Юрьевна, у нас осталось буквально пара минут. Давайте еще раз напомним, когда в ближайшее время пройдут сборы акций с Миру по листочку и можно будет передать пожертвования и где? Сборы пройдут с 21 по 23 августа в торговых центрах Атом, Куба, Плаза. Обычно волонтеры стоят вечером после работы. Вот, пожалуйста, можно пожертвовать. Будет работать электронная платформа, то есть электронный сбор на платформе «Я соберу». В группе у нас в ВКонтакте можно найти ссылочку «Саровский волонтерский центр «Радость моя», так называется наша группа. И там мы сейчас топом повесим эту ссылочку на сбор. Вот. И еще хотела сказать, что можно приносить свои пожертвования на гуманитарный склад. И вот, кстати, вот концтовар это мы закупим, но детям в школу нужно еще спортивная форма, спортивная обувь. Вот какие-то вот такие вот вещи, поэтому мы с радостью примем все, что есть. И то, что может послужить для кого-то формой, ваши дети выросли, а передать некому, родственников, например, нет, то можно принести нам, и мы раздадим эту школьную форму. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем волонтерского центра «Радость моя» Анной Виноградовой. Анна Виноградовна, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в вашей работе. Надеюсь, что вы успеете собрать все необходимое. Ребята пойдут в школу с радостным настроением. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова